Всем трэп-лав, пацаны! С вами Garf Pro, и это второй трек, который можно назвать актуальным подряд. И в этот раз я немножко припозднился, но по результатам опросов в сообществе на YouTube я понял, что лучше сделать, даже пусть и чуть позже. И в общем, давайте приступим без особых промедлений. 166 ударов в минуту темп, надеваем наушники, начнем мы с клэпа номер 2. Вот так он звучит. Теперь можем это выделить, нажать Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B и продлить. Теперь копируем его в клэп номер 1, Ctrl-B, выделяем все вместе, зажимаем Alt, крутим колесо мышки и просто прибавляем громкость. Теперь закрытый Head с ним все гораздо интереснее, нам придется его сократить еще вдобавок. И второй звук сделаем чуть потише, теперь зажимаем Ctrl-B и круто, да, все. И теперь остался открытый Head. У нас сложный выбор. Мы можем либо оставить Use Loop Points включенным, либо сделать вот так с Envelope. Все на минимум, кроме Hold. Hold на максимум, выключить Use Loop Points и контролировать продолжительность Head. А Head будет звучать вот так. И все. Теперь Ctrl-B и готово. Теперь мы перейдем к самому и самому и самому и самому интересному. Это инструменты. Для первого инструмента мы выберем Omnisphere, конечно же. Не всем нравится Omnisphere, я понимаю. И тут мы подходим к очень важному моменту. В прошлый раз вы собрали 2000 лайков, менее чем за сутки. И поэтому я решил поднять планку на очень серьезную величину. И теперь, чтобы этот проект я выложил в своем паблике ВКонтакте, этот видос должен собрать 2022 лайка. Я понимаю, это серьезно, это будет сложно, но вы справитесь. А в проекте, естественно, будут все внутренности. И в том числе я зарендерю все парты, которые были написаны с помощью Omnisphere. Потому что я понимаю, не у всех есть Omnisphere. Так что давайте приступим. И начнем мы с органа. И вкладка Organs. И звук наш называется Phaset Hammond. Вот так он называется и вот так звучит. Звучит похоже, но не совсем. Позже мы займемся его настройкой. Пока давайте пропишем аккорды. Аккорды не менее интересны, чем сам трек. Вот так вот соль минор. Первый аккорд, следующий аккорд. Ре диес мажор. Начинается он вот тут вот. А следующий аккорд, это просто ре минор. Вот так. Естественно, мы займемся их переколбашиванием. Первым делаем, сделаем вот так. И вот так. Нам теперь нужно настроить Velocity. И естественно, мы будем ее настраивать вот таким образом. С Ctrl-Shift зажатым выделяем звуки. Можем теперь регулировать громкость только выделенных звуков. Наверное, вот этот звук еще потише. Вот этот звук отдельно потише. И вот эти звуки тоже потише. Теперь мы выделяем все, жмем Alt-S. И чуть-чуть, буквально капельку стреманем. Теперь мы займемся очень интересной вещью. Мы зайдем сюда и добавим капельку-капельку атаки. Чтобы сделать звук помягче. Это делается во вкладке Amps. Еще мы сделаем вот так. Фазер. Убавим ему микс. И можно еще убавить ему... В принципе, сделать его чуть слабее. Звук стал, ну... Более, ну, типа мягким. Это классно, это отлично. Отправим сразу его на какой-нибудь 10-й канал микшера. И теперь приступим к следующей части. И вообще, вы понимаете, что вот мы сейчас только что сделали. Это сратый саунд-дизайн. Да, мой любимый саунд-дизайн, который никакого отношения не имеет к саунд-дизайну. То есть мы просто подстраивали пресет. Добавляем следующий инструмент. И, конечно же, это омнисфера. Следующий наш инструмент, это колокольчик. Найдем его в вкладке Bells and Vibes. И здесь мы ищем нужный нам звук. Fairy Tail, что-то там. И снова сейчас мы применим наш сратый саунд-дизайн. Я думаю, это будет наша основная рубрика. А может, у него есть... Вот эта часть. Вот эта какая-то... Что это вообще такое? Убавим релиз и добавим атаки. Чтобы эти звуки стали поменьше, помягче. И чтобы они не привлекали к себе такое внимание, еще убавим их громкость. А вот здесь вот оставим громкость на максимум. И добавим... Буквально капельку атаки. И теперь нам нужно прописать эту партию. Основная часть партии будет основана на наших аккордиках. И будет звучать... Вот как-то так. То есть мы продолжим сейчас ее писать основой исключительно на нотах аккорда. И добавляя иногда дополнительные нотки из нашего скейла. Наш скейл это соль. Напоминаю, потому что наш главный аккорд это соль минор. Вот здесь вот можно переключить G, natural minor. Поскольку, как вы поняли, это вольная вариация. И все совпадения с оригинальным треком случайны. То я пишу мелодию примерно так, как я ее услышал. То есть она направлена снизу вверх. И на примерно таких же колокольчиках. То есть это не точный звук, но очень похожий. И настроение тоже очень похоже. Вот какой-то такой звук нам нужен. И давайте все это поднимем на октаву вверх. Потому что это на октаву вверх и будет звучать. И еще снизу у нас будут дополнительные нотки. Чтобы была поддержка. Чтобы все это вместе звучало более мощно что ли. Пропишем по ноткам аккордов вот такие штуки. Вот так. И вот так. И для следующей части мы сделаем то же самое, только на нотке A. Теперь давайте все это клонируем. Теперь выделяем все нотки, наши высокие нотки. И жмем Ctrl L, чтобы их продлить. И теперь мы будем настраивать им велосити. Потому что это крайне важно. Потому что нам нужно создать ощущение звука поднимающегося вверх. А это просто так не делается. Выделяем все звуки в первой половине. И делаем следующую штуку. Первый звук делаем таким довольно тихим. Следующий потише еще. Следующий звук чуть погромче. И вот так вот таким вот порядком их выставляем. Вверх, откат. Вверх, откат. Получается это очень простой паттерн для того, чтобы создать такую движущуюся вверх мелодию. Даже слишком громко получается. С этим поступим совершенно таким же образом. Перенесем это в отдельный паттерн. Отлично. Мне нравится такое звучание. Теперь проделаем то же самое со следующей половинкой. И это с зажатым альтом чуть приподнимем. И давайте сравним, как звучит обработанный, свелось эти звуки и без них. Разница абсолютно очевидна. То есть вы тратите буквально 2 минутки времени и ваша мелодия преображается. Жмем Ctrl-B и все. Нам нужно взять еще один плагин. И что же это будет, как вы думаете? OmniSphere. Это будет третья OmniSphere, которая тоже будет зарендерена отдельно в проекте. Вот здесь мы уже идем в другой раздел. Нам нужны Plug Synth. Synth Plug, точнее. И это будет наш второй колокольчик, который будет представлен звуком. Вот это digitalized. Square Plug. Square, потому что он квадратный, потому что он скверный. Чуть убавим Reverb и чуть-чуть убавим Delay. Буквально капельку. Теперь мы, получается, берем вот эти самые нотки Ctrl-C и копируем в нашу новую OmniSphere. Кстати, давайте сразу их отправим, соответственно, на 11-й и на какой-нибудь 12-й канал микшера. Нижние нотки давайте мы убавим вообще по максимуму. И следующую вещь сделаем. Вот высокие ноты выделим и перебросим их на октаву вниз, чтобы, скажем так, находился в пределе двух октав наш второй колокольчик. Потому что он будет звучать чаще. И нам не нужно вот этих постоянных вверх-вниз. Нам нужно, чтобы он звучал более ровно. Это будет наш практически основной инструмент. Поэтому просто на высокие нотки выделяем и перебрасываем вниз. По-моему, по-моему, как я услышал, в треке в оригинале сделано примерно то же самое. И еще, естественно, все это на октаву вниз. А вот эту велосипеду оставим такой же, потому что в любом случае так звучит круче. И добавим теперь наш третий инструмент, который будет, конечно же, тоже в OmniSphere, который тоже будет зарендерен. Еще по поводу этого трека меня прям мучает одно предположение. Вы, наверное, в курсе, что за тейпом некоторое время назад закрепилась слава байтера. Вот по интернету ходят, набирают миллионы просмотров видосы про то, как он тут сбайтил, там сбайтил. Хотя местами это прям явное сэмплирование. Но мне кажется, что в один момент он такой... Я байтер. Так это я байтер? Да я сейчас вам такой байт сделаю. Вы все охренеете просто от этого байта. И реально получился трек, что вот прям байт в абсолюте. Да такой байт, что прям, ну, вообще не байт. После этого, мне кажется, обвинять его в чем-то просто бесполезно. Если у вас есть какие-то интересные мысли на этот счет, то напишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Продолжим. Руки вверх. Трек-то самый, ну, не сказать, что такой уж прям хороший. А наш следующий пресет расположен в папке SynthPoly. Вот он здесь. И называется он Classic. Classic Aetis Poly. Он будет основан полностью на наших аккордах. То есть мы перебрасываем их в новый паттерн. И делаем следующее. Просто жмем Shift D. Нам нужно пойти в амнисферу. И занято снова саунд дизайном, который ничего вообще с саунд дизайном не умеет. Просто не имеет. Просто убираем, слушаем. Ага, этот будет главным звуком, а этот будет второстепенным звуком. Его тоже включаем. Но оставляем потише. Теперь мы все это поднимаем на октаву вверх. Вот этот звук тоже на октаву вверх. И получается здесь сделаем то же самое. Но, например, вот эти два верхних звука уберем. Чтобы было. Ага, отлично. Чтобы получается аккорды звучали немножко по-разному. Осталось дело за малым. Нужно прописать басец. Звучит он вот так вот. И давайте отправим его сразу на 9 канал микшера. И повесим на него софтклипер. Потому что я считаю, что каждый бас заслуживает свой софтклипер. Я думаю, что даже если я куда-то буду баллотироваться, то это будет мой главный слоган. Главный лозунг. Каждому басу по софтклиперу. Потому что просто он нам нужен будет из-за того, что мы сделаем вот так вот. Ну нет, так мы делать, конечно же, не будем. Мы сделаем вот так вот. Мягенько-мягенько его усилим. И открутим аут. Даже чуть-чуть уменьшим буст. Вот так. Мне кажется, идеально. И начинаем строить басец. Да, в общем-то и все. Теперь осталось прописать кик. Кик можно прописать по нему же. И теперь идем сюда. Можно сократить ему продолжительность, но совершенно не обязательно. Но я зачем-то всегда это делаю. Вам не обязательно. И забустим. Звучит уже практически идеально. Теперь все наши сэмплы нужно сбросить нам на микшер. Ctrl-Shift-L. Балл. Итак, сбросили все на микшер. И сегодня мы обойдемся вообще без эффектов. Нет, конечно. Вы сразу так и поверили, что без эффектов. Чтобы я без эффектов. В первую очередь мы займемся нашим органом. Потому что своим органом нужно заниматься. Держите свой орган в чистоте. Начнем с эквалайзера. Боже мой, простите меня за это. Настраиваем здесь High Pass. Он же Low Cut. И делаем просто вот так. Уберем просто для начала весь мусор. И я сейчас сделаю небольшую глупость. Но я появлюсь еще один эквалайзер. Потому что я хочу более тонко его настроить. Это будет Pro-Q 2. Потому что Pro-Q умеет всякие разные вещи. Типа там удаление всяких вот таких вот гадостей. Типа резонансов и так далее. Конечно, мы не будем этим злоупотреблять. Потому что не нужно этим злоупотреблять. Но мы сделаем примерно вот так. Нам нужно получить максимально легкий звук. И поэтому мы вырежем немножко из серединки. Вот этой мутной. Вот. И следующим мы повесим RC20 Retro Color. Такой классный плагин. Мне он очень-очень нравится. Выключаем noise. Потому что мы будем снова ковырять винил 1. Убавляем тон. Звучит очень плотно. Убавляем немного Distort. Можно чуть-чуть спейса. Вот как-то так. И добавим наши колокольчики. Которые будут совместно с этим органом и звучать. Сюда мы повесим точно так же эквалайзер. Давайте сделаем это снова с Pro Q. И тут очень много низа. И мы его сейчас будем пилить. Несчадно просто. Чтобы звук стал круче, можем повесить сюда Maximus, например. С моим любимым пресетом Master 8. Звук круче действительно стал. Но нужно сделать его мягче. Я понимаю, что я коверкаю звук до неузнаваемости. Но как бы... Дело в том, что это колокольчики. То есть в них иногда нужен низ, если вы используете низкие ноты колокольчиков. Но здесь мы используем верхние ноты колокольчиков. И кроме того, музыка стремится наверх. По ноткам и по велосити. И поэтому нам нужно отпилить низ. Потому что для нас важны именно высокие звуки этих колокольчиков. Но еще можем добавить буквально капельочку. Капельочку не диле, а конечно же ревера. Tudio Small. Увеличим размер. Вот как-то так. И можно чуть-чуть расширить. С этим звуком мы сделаем примерно то же самое. Тоже давайте параметриком его зарежем. Выберем вот этот пресет. И так. Очень грубо, но действенно. Кстати, да. Давайте добавим ему тоже максимуса. Тоже с тем же самым пресетом. И расположим на первое место максимус. На этот звук же мы повесим тоже просто эквалайзер и все. И тоже с таким очень простым пресетом. То есть просто отрежем ему самый низ. И капельку вверху. Уже звучит довольно неплохо. Теперь идем к ударкам. С ними мы почти ничего не будем делать. На клэп мы повесим просто реверочек. Какой-нибудь вот так. Теперь на хэты мы повесим стерео шейпер, конечно же. Потому что куда же хэты без стерео шейпера? Тоже стерео S2. На open head мы повесим тоже тот же самый стерео шейпер. И сделаем вот такую штуку. Ну, чтобы они были ближе к центру. Вот так вот. Жмем сюда на ревер. И зажимаем эту кнопку. И перетаскиваем ее на open head. Тот же самый пресет переместили на open head. И теперь этот же самый пресет также перетаскиваем просто на закрытые хэты. Теперь мы можем в этом паттерне просто выбрать все и нажать split by channel. Даже на самом деле выбирать не обязательно. Зажимаем так. Зажимаем всяк. Shift-ом перетаскиваем. И вот все наше добро оказалось в нашем прекрасном плейлисте. Теперь давайте все это расставим. Конечно же, самое интересное в этой структуре это временные паузы. Потому что звучат они очень круто. Звучит музыка. И теперь, и теперь. Самый мой любимый жест. Озон на мастер. Без него я никуда. Я всегда абсолютно все в Озоне делаю на пресетах. Максимум, что я там делаю, это меняю некоторые пресеты под себя. И то крайне редко. И еще я меняю просто степень усиления громкости. Сейчас у вас будет подписано на экране, какие пресеты я использовал в модулях этого самого прекрасного Озона. И в общем-то трек полностью готов. Его можно уже теперь послушать. Напоминаю, что это вольная вариация. Трэп лав. Пик бэби тейп. Трэп лав. Трэп лав. Трэп лав. Пик бэби тейп. Трэп лав. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы тоже так считаете, то под этим роликом вы можете поставить лайк И если вам было интересно и полезно, но только в этом случае, если вам было хотя бы чуть-чуть полезно Или хотя бы интересно Если видео не понравилось, не было интересно и было дурацко и бесполезно То ставьте полностью заслуженный дизлайк И можете написать в комментариях, что вам не понравилось Опять же, можете по-прежнему написать в комментариях, что вы думаете по поводу байтерства Тейпа и вот этот трек Вот эта цитата, сэмплирование, байт Что это вообще такое? Я не знаю, что это лично я, но мне кажется, что трек получился крайне интересным Ну и в общем-то на этом все С вами был Стас Гарф Прот Можете написать мне, чтобы заказать мой обучающий видеокурс Также вы можете подписаться на мой паблик с битами Я думаю, что со следующей недели я постараюсь держать ритм И выкладывать хотя бы два бита в неделю Можете проследить за мной Ссылка в описании на мой паблик с битами И обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали А если подписались, то нажмите на колокольчик Ну и посмотрите обязательно другие видосы на моем канале Точно найдете что-то интересное И скорее всего найдете что-то полезное Как я уже сказал, с вами был Стас Гарф Прот Пока, увидимся в следующем видео